Слово старых друзей узнают Под земле двадцати-пяти Другой путем пришлось пройти Это те, кто в штыки Поднимался как один Те, кто брал в Берлин Где в России семьи такой Где б не памятен был твой герой И в глазах молодых солдат С фотографией уядших глядя Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас пройдут И мальчишкам нельзя Ни солгать, ни обмануть И с пути этот луч Большой праздничный концерт На радио России Дорогие соотечественники В этот священный для каждого из нас день Я, Александр Азбяков, хочу поздравить вас С днем великой победы Мы быстрее, мы победили Мы сломали стрелец фашистской гадени И мы всегда будем помнить О подвиге наших отцов и небес И будем верны памяти всех, павших за свободу и независимость нашего Отечества Я горжусь тем, что я родился и живу на земле своих предков Что я всегда был здесь и пути со своей страной и со своим народом Я желаю вам здоровья, радости и веры в нашу безусловную победу Над всеми силами зла Какие бы испытания ни выпали на долю нашего народа Мы все пройдем Мы все преодолеем Потому что мы великий народ Правда за нами С днем победы, дорогие друзья С праздником великой победы О походах наших, о полях с врагами Долго будут люди песни распевать И в кругу с друзьями часто вечерами Летить никогда не будем, мы будем вспоминать Об огня пожарища А друзья, товарища Где-нибудь, когда-нибудь Мы будем говорить Умню я пехоту И радану ее роду И тебя за то, что ты дал мне закурить Давай закурить, товарищ подной Давай закурить, товарищ подной Давай закурить, товарищ подной Давай закурить, товарищ подной Нас опять одесса встретит, как хозяин, Звезды Черноморья будут на нас сиять. Славное, как он будет город Николай, Ведь ведь никогда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях пожарища, А друзья, товарища, Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Помню я пехоту, И родоную росу, И тебя, потому что ты дал мне закурить. Давай закурим, давай водоной, Давай закурим, товарищ мой, Давай закурим, товарищ водоной, Давай закурим, товарищ мой. Всех приветствую, я Ульга Хармичевна. Во всей души хочу поздравить всех слушателей радио России с великим праздником Победы. В этом году у нас действительно со слезами на глазах, со слезами радости, со слезами печали, Потому что все наши взоры, все наши сердца прикованы к Донбассу, к его людям, к нашей армии любви. Я хочу пожелать сверху защитникам Донбасса крепкой веры и помощи Божьей. Ребята, мы вас любим, вся Россия. Молятся за вас, верят в вас и надеются на вас. Ждем в Победе. Ах, мой сынок, на какой из чужих дорог Весь сердце твое нас не будет, Я молиться тебе не могу. Ах, неспроста, так уныло сияет зверца Нас далекой, чужой стороной, Нас в планении моей судьбой. Мне бы быть звездой, той, что над собой, Видеть, что ты рядом и что живой. Радоваться вместе рожденью дня, Крустную надежду в душе храня. Если снова бой, вся моя льдовь, Устремиться первой, теряя грошь, Мы уйдем от нашей с тобой войны, От моей невысказанной вины. Ах, мой волны, Среди улиц, анов и крык, Не спрекая, но начать тиша, Заплутала моя душа. Ах, неспроста, так упрямо, Свердя в уста, Все пройдет и висеть не порой, Ты вернешься, мой сын, мой герой. Мне бы быть звездой, той, что над собой, Стремись, что ты рядом и что живой. Радоваться вместе рожденью дня, Крустную надежду в душе храня. Если снова бой, вся моя любовь, Устремиться первой, теряя кровь, Мы уйдем от нашей с тобой войны, От моей невысказанной вины. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Александр Маршин. В это сложное для нашей страны время, как никогда нам важна эта дата, 9 мая, день нашей победы над фашизмом. Особые поздравления и благодарность дорогим ветеранам. Слава живым и вечная память павшим. Мы можем заверить их, что у них достойная смена. Это их внуки и правнуки, которые в эти дни выполняют свой священный долг по освобождению Украины от нацистской нечисти. С праздником вас, ребята! Я желаю вам удачи и только живыми, и с победой вернуться домой. А тех, кого уж нет с нами, мы будем помнить всегда, пока живы. Сейчас прозвучит песня, которую, я уверен, вы все хорошо знаете. Давайте споем ее вместе. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем Великой Победы! 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 Я поздравляю! С Днем Великой Победы! Днем Великой Победы! С 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 Днем Великой Победы! За нами рубежи, это петва, Пашинка. 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 Всем привет. Меня зовут Сергей Голландин. Разрешите от всей души, от всего сердца поздравить нас всех с 9 мая. С праздником Великой Победы. Победы над нацизмом. Сегодня для нашей родины поступили непростые времена. Поэтому за Россию, за президента, за тех, кто с оружием в руках на Донбассе бьется за его мирное небо. Пока мы едины, мы непобедимы. Всем здоровья, радости, успехов дела. Сергей Голландин, группа «Семья». С Днем Победы. А День Победы – это точно про меня. День Победы. День Победы. День Победы про тебя и про меня. День Победы. Это точно про меня. День Победы. День Победы, День Победы про тебя и про меня. Много лет прошло, память не отпускает, сердце калашматит и поет в душах. Буду отмечать я 9 мая, моя детара, это мой подпиша. День Победы, День Победы, День Победы это точно про меня. День Победы, День Победы, День Победы про тебя и про меня. День Победы, День Победы, День Победы это точно про меня. День Победы, День Победы, День Победы Про себя и про меня Десять подрастает, внучка радует света Будет выстоять благодаря корням Бог несмертный нам вручил победу День Победы про страну и про меня День Победы, День Победы, День Победы Это точно про меня День Победы, День Победы День Победы про себя и про меня День Победы, День Победы День Победы, День Победы Это точно про меня День Победы, День Победы, День Победы про себя и про меня, День Победы про страну и про меня, День Победы это то, что про меня. Праздничный концерт на радио России. Дорогие друзья, с вами Александр Иванов. Вы знаете, сегодня с учетом того, что происходит на Донбате, мы снова боремся с фашизмом и с канцизмом. Хочется всем нашим ребятам, бойцам, которые бьются за нашу восстановление, День Победы, День Победы, 9 мая, пожелать счастья, здоровья, вернуться живыми. Хочется, чтобы в этот день я вам, наши дорогие тираны, включала только качественная советская музыка. Та музыка, которая вдохновляет нас на подвиге и вдохновляла наших отцов, дедов, а также сегодня вдохновляет наших ребят. Хочется, чтобы звучала эта музыка, как «Темная ночь» из-за советского композитора. Именно на полмах радио России хочется слышать такую музыку. Ваш Александр Иванов, ребята, Днем Победы. Победа будет за нами, с нами Бог, Морозкий. Самое лучшее радио России сегодня с аналогами песни. Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИ Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИ ДИНАМИ Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИ ДИНАМИ Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИ ДИНАМИ и гордиться вами с праздником, с днём победы. Так случилось, мужчины ушли, Побросали посевы до срока, Вот их больше не видно из окон, Растворились в дорожной пыли, Притекают из колоса зерна, Это слёзы несжатых полей, И холодные ветры проворно потекли, Вечерей мы вас ждём, Торопитесь коней, Добрый час, добрый час, добрый час, Пусть погутные ветры не пьют, А ласкают вам спины, А потом возвращайтесь скорей, И выплачут по вам, И без ваших улыбок пледнее Присохнут реви. На высоких ширином тельмах Хода нет никому в эти здания, Одиночество и ожидание Вместо вас поселились в домах, И прелесть, и свежесть, И весна ненадетных рубах, Да и старые песни приелись, И на звездных рубах, Мы вас ждём, Торопитесь коней, Добрый час, добрый час, Добрый час, Пусть погутные ветры не пьют, А ласкают вам спины, А потом возвращайтесь скорей, И выплачут по вам, И без ваших улыбок пледнее И без ваших улыбок пледнее И без ваших улыбок пледнее И без свои видN И при желании Мнеously любит Торопитесь коней, Добрый час, Добрый час, Добрый час, Пусть погутные ветры не пьют, А ласкают вам спины, А потом возвращайтесь скорей, И выплачут по вам, И без ваших улыбок пледнее Праздничный концерт на радио России. Праздник Победы для меня имеет огромное значение, потому что, как любой воспитанный, интеллигентный человек, живущий в России, я отчетно понимаю, что та огромная цена, которую заплатил наш народ за эту победу, требует от нас деликатного отношения и передачи из поколения в поколение этой великой памяти о подвиге людей, которые жили здесь, на этой земле, до нас. Это память о наших отцах, о наших дедах, о наших бабушках, о наших мамах. Поэтому, если ты говоришь на русском языке, то 9 мая для тебя святой праздник. Я считаю так и горжусь тем, что живу в России и всегда разный день Победы. Все-таки с уважением и симпатией, с праздником Великой Победы. Мы друзья, перелетные птицы, только быть нашим, один нехорошим. На земле не успели жениться, а на небе жены не найдешь. Потому, потому, что мы филосы, небо наше, небо наше, родимый дом. Первым делом, первым делом самолеты, а девушки потом. Нежный образ в мечтах, ты голубый, хочешь сердце навеки отдать. Нынче встретишь, увидишь, полюбишь, а на завтра приказ улетай. Потому, потому, что мы филосы, небо наше, небо наше, родимый дом. Первым делом, первым делом самолеты, а девушки потом. Чтоб с тоскою в пути не встречаться, вспоминай про ласковый взгляд. Мы решили, друзья, не влюбляться даже в самых красивых девчат. Потому, потому, что мы филосы, небо наше, небо наше, родимый дом. Первым делом, первым делом самолеты, а девушки потом. Первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом. Праздничный концерт на Радио России. Уважаемые, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, дорогие служители Радио России, я с огромным удовольствием хочу поздравить с величайшим событием для нашей страны, не попоюсь сказать, для всего человечества, с прекрасной датой победы в Великой Отечественной войне. Всем участникам, всем свидетелям этих страшных лет я хочу пожелать счастливого долголетия, здоровья, надежного, доброго окружения. С вами была Светлана Сурганова. Здесь птицы не поют, деревья не растут, И только мы к плечу, к плечу, в растаянную землю тут. Горит и кружится планета, Над нашей Родиною дым. И, значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за твой небо стоим. Одна на всех мы за твой небо стоим. Нас ждет огонь смертельный, И все ж без певелон, Сомненья прачу ходят в ночь оттеннень. Десятый наш десантный батальон, Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон, Десятый наш десантный батальон, Десятый наш десантный батальон, И, значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за твой небо стоим. Одна на всех мы за твой небо стоим. Нас ждет огонь смертельный, И все ж без певелон, Сомненья прачу ходят в ночь оттеннень. Десятый наш десантный батальон, Десятый наш десантный батальон, От куска и орла война нас завела, До самых мражеских ворот, Какими враздов. Когда-нибудь мы вспомним это, И не поверить нас самим. А нынче нам нужна одна победа, Одна на всех мы за твой небо стоим. Одна на всех мы за твой небо стоим. Нас ждет огонь смертельный, И все ж без певелон, Сомненья прачу ходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, Десятый наш десантный батальон, Дорогие друзья радиослушатели Радио России, Мне очень приятно, что я сегодня могу поздравить вас с праздником нашей великой победы, Пожелать вам здоровья, счастья, благополучия, Вселенских радостей и любви, И низкий поклон, и моя особая благодарность нашим дорогим ветеранам. Живите долго, радуйте нас, вы наша честь, вы наша гордость, вы наша слава. С праздником Великой Победы! Лев Лещенко! День Победы, как он был от нас далек, как в костре под лучшим таян горел. Были версты, обгорелые пыли, это темы приближали, как могли. Это День Победы, в пороха в тропах, это праздник, единою на висках, это радость, со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы! День Победы, День Победы! День Победы, День Победы! День Победы! День Победы! День Победы! День Победы, День Победы! День Победы, День Победы! День Победы, День Победы! День Победы, День Победы! Радио России. Главное радио страны. Вести. Студия Каил Кедровский. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин заявил, что Россия никому не позволит ей угрожать. Вещание ряда украинских телеканалов было сегодня прервано показом парада победы на Красной площади. В подразделении группировки российских войск «Восток» заняли более выгодные рубежи. Далее подробности. Россия никому не позволит ей угрожать. Стратегические силы государства всегда находятся в боевой готовности. Об этом заявил Владимир Путин, выступая с речью на параде побед. Президент также обратился к участникам спецоперации на Украине и подчеркнул, что они настоящие герои, которых поддерживает вся Россия. Дорогие друзья, Россия сейчас переживает сложный рубежный период. Судьба Родины, ее будущее, зависит от каждого из нас. Сегодня, в День Победы, мы осознаем это еще более остро и отчетливо. И неизменно равняемся до поколения победителей. Отважное, благородное, мудрое. На его умение беречь дружбу и стойко переносить невзгоды. Всегда быть уверенными в себе и в своей стране. Искренне и беззависно любить Родину. Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники, те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, это наши герои. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самоотверженностью. С вами вся Россия. Вас верят, переживают за вас и наши ветераны. И духовная сопричастность к вашим судьбам и подвигам нерушиво связывает поколения героев Отечества. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отвела Великая Отечественная война. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Склоняем головы перед ушедшими от нас ветеранами Великой Отечественной войны. Перед памятью мирных жителей, погибших от варварских обстрелов и терактов неоносистов. Перед нашими боевыми товарищами, павшими в борьбе с невнацизмом, в праведном бою за Россию. На парад вышли более 9 тысяч человек, в том числе около 1000 участников СВО и 75 единиц военной техники. Кроме того, над Красной площадью прилетели летчики голодажных групп русские витязи и стрижи. Затем лидеры государств, присутствовавшие на параде, вместе выложили цветы и венки к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Акция «Бессмертный полк» в цифровом формате началась в 0 часов 9 мая в Москве и крупнейших регионах России. За сутки портреты ветеранов и участников Великой Отечественной войны на медиафасадах и уличных цифровых экранах увидят свыше 375 миллионов раз. Традиционное шествие «Бессмертного полка» в этом году не проводится в очном формате. По словам организаторов, причиной стали существующие угрозы общественной безопасности. Вечание ряда украинских телеканалов было сегодня прервано показом парада «Победа на Красной площади», передает РИА Новости. Ранним украинских сайтах, главным образом интернет-страницах, вузах, лицеях и других учебных заведений, было размещено поздравление с 9 мая, Днем Победы, а также цитаты президента России Владимира Путина о братстве российского и украинского народов. Вся страна поддерживает военнослужащих, участвующих в специальной операции, заявил Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, действующих в зоне СВО. Встреча прошла 7 мая, после иммунбрации главы государства, а кадры были опубликованы сегодня. Президент подчеркнул, что происходящее сейчас в зоне спецоперации – лучшее доказательство того, что вооруженные силы России достойны своих предков, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны. Мне бы очень хотелось, чтобы на этой церемонии присутствовали все наши боевые товарищи, которые решают задачи в рамках специальной военной операции. Не жалеют своего здоровья, а если нужно, и жизнь отдают за Россию. К сожалению, это невозможно, это сотни тысяч человек, но я, пользуясь случаем, хочу через вас передать им самые лучшие пожелания, пожелания успехов и побед. У нас большие задачи по развитию страны в сфере экономики, которая является основой всех наших успехов, это мы все должны понимать и понимаем, в социальной сфере, по выкреплению семьи России, по развитию здравоохранения, образования и так далее, и так далее. У нас есть все возможности, все абсолютные возможности для того, чтобы все эти задачи были полностью реализованы. Но только при одном условии. При условии вашей успешной работы на поле боя. Это ключевое звено на сегодняшний день. Мы все это понимаем, вся страна это понимает, и поэтому вы видите, вся страна вас поддерживает. Президент отметил, что современные средства ведения вооруженной борьбы постоянно меняются. Россия должна быть на шаг впереди противника, на котором работает все западное сообщество. Подразделения группировки российских войск в Астон заняли более выгодные рубежи. Отбили контратаку ВСУ, Старомайорского, ВДНР, и уничтожили за сутки до 175 военнослужащих ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. Подразделения группировки войск в Астон заняли более выгодные рубежи. Нанесли поражение живой силе и технике 58-й мото-пехотной бригады и 128-й бригады территориальной обороны в районах Урожайного и Макаров. Отразили контратаку формовой группы 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Старомайорского. Потери противника составили до 175 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, три автомобиля, галбис ФХ-70, две самоходные артиллерийские установки Гвоздика. Также группировка войск Днепр за сутки нанесла поражение скоплением живой силы и техники трех украинских бригад. Потери противника составили до 35 военных. Уничтожены два автомобиля и две галбицы М777 производства США. Далее в нашем эфире спорт и погода. Здравствуйте, я в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Национальная команда по хоккею России 25 за счетом 6-2 обыграла сборную Белоруссии в товарищеском матче в Туле. В составе победителей шайбы забросили Максим Джиашвили, Василий Глот, Иван Водренков, Максим Соркин, Сергей Толчинский и Прохор Полтапов. Россияне-белорусы проведут еще один матч. Он пройдет 11 мая в Минске. РФС ведет переговоры с другими футбольными федерациями о проведении товарищеских матчей. Об этом заявил генсек организации Максим Митрофанов. Цитирую. «Летом мы решили провести всего одну игру. От второго матча мы отказались, в том числе, чтобы дать клубу небольшую паузу для отдыха и проведения предсезонов сборов перед новым сезоном», заявил Митрофанов. «Идут переговоры по поиску соперников на сентябрьский, ноябрьский и мартовский сборы. Приоритет домашней матчи, но и не исключен выезд в гости или на нейтральное поле на поединок против сильного соперника». Футбольный Рубин о проверках. Информация об увольнении главного тренера команды Рашида Рахимова, заявил президент клуба Мараса Фиулин. «Цитирую. В первый раз слышу о том, чтобы такая информация могла появиться. Близко об этом ничего не знаю», отметил глава команды в интерьере о новости. В нынешнем сезоне сейчас Рубин занимает после 27 туров 9 место и гарантировал себе место в российской премьер-лиге на новый сезон. Российский теннисист Роман Софиулин не сумел выйти во второй круг мужского за теннисного турнира серии «Мастерса» в Риме, уступив французу «Карантену Мутеа» 6-3 и 6-7-2-6. В начале тайбрейка второго сета матч перерывался на полтора часа из-за дождя. Российский канаист Захар Петров стал победителем европейского сборочного турнира к олимпийским играм. В Венгрии спортсмен преодолел дистанцию тысяч метров быстрее всех и завоевал олимпийскую лицензию. Накануне такого же результата добились Алексей Киромашков и Иван Штыль на кануле двойках. И пока это все, спортик, это минус. Погода. Программа с погодой на 10 мая по данным центра ФОБОС в Владивостоке 11-13. Тепла, кратковременный дождь. Без осадков. Ожидает синоптики погоды в Екатеринбурге там плюс 6, плюс 8. В Архангельске 0, плюс 2. Небольшой снег. В Уфе плюс 5, плюс 7. Без осадков. В Ялте плюс 18, 20. Переменная облачность. В Санкт-Петербурге днем небольшой снег.